В Павлодарской области не хватает госслужащих. Дефицит кадров наблюдается в сфере жилищно-коммунального хозяйства, строительства, архитектуры и земельных отношений. Некоторые должности остаются вакантными более года. Всего в этих сферах имеется 4083 штатные единицы. Из них 524 свободные, рассказал руководитель областного департамента Агентства по делам государственной службы. Уже на протяжении трех лет я посмотрел статистику по департаменту Павлодарской области. На протяжении трех лет эта статистика действует. Почему-то сколько уходит, столько и приходит. Ежеквартально порядка 90 должностей. Отделы ЖКХ, строительства, архитектуры, городов и районов. Безработица в России третий месяц подряд находится на рекордно низком уровне – 2,4%. Об этом заявил Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам. Также президент отметил, что российская экономика по итогам года вырастет почти на 4%, что сильно превышает среднемировые темпы. Владимир Путин подчеркнул, что сокращается безработица и среди молодежи. Сейчас она менее 9%. Хороший, опережающий тон задает у нас промышленность, в том числе высокотехнологичная. За 8 месяцев текущего года индустриальный рост в России составил 4,5%. Обрабатывающий сектор прибавил 8,1%, а машиностроение почти 20%. Такие показатели говорят о том, что предприятие загружено заказами. Трудовые коллективы работают уверенно, стабильно. Это подтверждает и ситуация на рынке труда. Бани, сарай и летние кухни. Теперь можно зарегистрировать в упрощенном порядке. Совет Федерации одобрил законопроект о расширении дачной амнистии. Садоводы могут зарегистрировать в упрощенном порядке без кадастровых работ и оформления декларации. Документы необходимо передать в Росреестр. Сделать это можно через портал госуслуг «Время есть». Три года назад дачную амнистию продлили до 1 марта 2031 года. Однако откладывать такую регистрацию эксперты не советуют. Ради собственного же спокойствия. Кроме хозяйственных построек, новые правила упростят и порядок оформления так называемых блокированных и двухэтажных домов. Раньше такие строения и сообщественные коммуникациями и двумя входами можно было зарегистрировать только через суд. Под амнистию попадают дома, построенные до 14 мая 1998 года. Выгода здесь в организационном отношении. В случае совершения сделок с недвижимостью какой-либо и в дальнейшем это упростит порядок владения своей собственностью. Можно будет оформить свои постройки на своих земельных участках уже в более упрощенном порядке. То есть используя либо старый технический паспорт домовладения, подготовленный до 1 января 2013 года, либо используя технический план, подготовленный к государственным инженерам на основании декларации. Крайней ситуации бывают все различные потопы, пожары, стихийные бедствия. И тогда идет оценка произведенного ущерба. И государство проводит оценку, возмещает ущерб в соответствии с теми данными, которые существуют в реестрах. Если гражданин этот объект никогда не учитывал, не показывал государству, то в таком случае он не получит из-за него возмещение и компенсацию. Будет то баня за полмиллиона, за миллион или какой-нибудь сарай за 200 тысяч. Завод для выпуска летающих авто строят в китайском Гуанчжоу. Площадь проекта составляет 180 тысяч квадратных метров. Ежегодно там планируют производить до 10 тысяч таких транспортных средств, сообщает Риттерс. Одним из так называемых «сухобутный авианосец». Так называемые крылья у него вылетают прямо из багажника. Аппарат может поднять воздух двух человек. Презентации и первый пилотируемый полет летающего автомобиля запланированы на ноябрь. Предварительная стоимость авто – 280 тысяч долларов. Несмотря на то, что предзаказы еще не начались, новинку уже хотят купить больше трех тысяч человек. Автомобили запустят в массовое производство в 2026 году. Британская компания Rolls-Royce представила особую версию электрокупе. Кузов авто покрыт голографической краской, создающей эффект сияющего лунного гало. В состав включились семь слоев лака и перламутровое напыление с мелкими частицами фторидом огня и алюминия. В итоге машина переливается радугой под ярким солнцем. В отделке интерьера используют декор звездное небо. Новинка получила название Luna Flyer. Краску для нее разрабатывали больше года. Также уникальность седана в том, что это единственный электромобиль бренда. Салон рассчитан на четыре человека. На зарядку будет уходить полчаса, чего хватит до месяца езды. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова